ну вот еще один приехал это типа этого грунда дрилла на котором у меня так дело и не дошло до работы тоже так называемая бес траншейное горизонтальное бурение это какой-то уже не гляндадрил здесь нагляк снимаю бич вич кошмар прям какой-то техника то же самое мы тут роем скрываем канал этой будки наверное не наверное так она есть этот смеситель стоит копаемся вот пожалуйста я же сказал им что бес траншейное бурение елки-палки взяли раз 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 только не совсем горизонтально здесь получится немножко вещь как под углом вот такая вот техника может быть еще задержусь на какое-то время когда они начнут бурить сам процесс еще постараюсь снять ну вот еще сейчас его не успел я снять как его сгоняли эстрала солнышко елки-палки какая жара была 37 с лишним 35 37 рекорд по латвии вчера так что у нас сегодня 5 5 августа 2014 вот будет он нам тут под асфальтом асфальт сбери сбережем насколько тут этого асфальта чуть-чуть но все равно этой технике надо делать технологические такие приемки а потом все равно надо копать под колодцы так что без экскаватора не обойтись а то этот смеющий этот агрегат отберет у нас работу но все равно эти агрегаты которые предназначены для без траншейной для без траншейного бурения они конечно же гораздо лучше ну что у нас тут ведро для смазки само собой там эти два и челюсти ноги да все как и на гурюндо дрели жаль я не успел на нем не то что не успел в них не получилось тот раз побурить по горизонтальному опыт только по вертикальному вертикальным процессом но все таки неделю я с этой техникой как говорится бок о бок пожил может быть спросить у этих ребят может возьмут меня подсобником и я не знаю если у них работа может у них тоже за месяц и 100 метров не наберется говорит платят за метры и за часы так что у него там в кабине на боком сидит ничего в общем-то особенного все как должно быть движут не будем открывать такой наглости умеем отлично точно скажет ты вообще борзел ладно пока хватит вот этот нет подождите милочка этот бур пока будет он крутится или подожди как же там было или просто он его вдавливает как только он ушел в сторону не он крутится как только он ушел куда-то в сторону вверх вниз влево вправо или куда-то под углом тот кто идет по верху с этим миноискателем он сразу же сообщает этому этот прекращает процесс бурения и просто начинает давить в том положении в котором на зависимости от лопатка под углом вот это вот зависимости от того в какую сторону теперь нужно выпрямить он ставит если я например в таком положении то он тогда пойдет естественно как байдар как она и в эту сторону значит если стать вот с этой стороны так то он пойдет уже влево если этой лопаткой вверх повернуть туда немножко на 45 градусов и лопатка вот это вот будет наверху значит он пойдет вниз если она внизу значит он пойдет наверх и так далее то есть за счет регулировки угла он выпрямляет положение так он просто будет идет форсунки там должны быть наверное вот в этих вот отверстиях фиг его знает и после того как он проколит все насквозь выйдет с другой стороны там уже цепляет к нему другую болванку это снимают цепляет другую болванку пошире такой скажем грубо раздрачиватель и уже за него цепляют трубу которую надо и тут уже тянет назад то есть сама труба вытягивается началом пробурю это потом когда вытягивает обратно штанги он за собой тянет трубу которая должна оставаться уже там в этой в этой но это скважина не наживешь в этом туннеле вот сюда подключается от смесителя шланг смеситель у них в будке как и там как и на грунда-дриле что я снимал показывал все надо будет постараться наверное снять процесс ладно пока хватит а